Заданный темп работ позволяет надеяться на своевременную сдачу школы в Индиге. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский в ходе очередной рабочей поездки в Тиманский сельсовет. Глава региона проинспектировал самый известный долгострой Заполярье и встретился с местными жителями. Репортаж Алины Вучейской. Обозначаем вершину четырехугольника. Урок геометрии в восьмом классе индигской школы сегодня проходит в маленьком одноэтажном деревянном здании. А ведь эти ребята, еще будучи второклашками, видели, как начиналась масштабная по меркам поселка стройка. И, конечно, надеялись, что, перейдя в классы среднего звена, они будут учиться в современном здании. Школа-сад в поселке Индига – самый известный долгострой Нинецкого округа. Объект должны были сдать еще четыре года назад, но сегодня готов лишь каркас. А внутри еще полным-полно работ. Это подвод коммуникации, электросети и отопление, и чистовая отделка. Когда глава региона прибыл на объект, строители заканчивали обустройство стяжки на втором этаже. Александру Цибульскому доложили – около школы уже проложена теплотрасса. Цемента, щебня и песка в достатке. Готовим уже, завозим. Завозка получается просто что-то на год вперед. В мае месяце уже можно было срочно делать, полноценно. Сюда начинают ходить только в конце июня. Два месяца, чтобы не терять, завозку делаем предварительно. Помимо благоустройства требуется замена обшивки здания, потолочных плит и, конечно, косметическая отделка. На разморозку строительства и вывод объекта из разряда долгостроев в окружном бюджете на 2018 и 2019 годы предусмотрено чуть более 169 миллионов рублей. Это то, что осталось от 441,5 миллиона, которые были выделены в 2012-м. Сумма даже по меркам Ненецкого округа немалая, да вот с подрядчиком не повезло. В 2014-м контракт с компанией был расторгнут в связи с низкими темпами и качеством выполнения работ. Пришли другие строители, но и тут что-то не заладилось. Так, индекская школа обрела звание самой затяжной стройки региона. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2018-м. Мы приняли решение о возобновлении строительства. И сейчас, в этот раз, уже я хотел посмотреть, насколько на практике начались работы. Действительно, я, если честно, приятно удивлен тем, что работы ведутся полным ходом. Довольно много рабочих, уже сделана стяжка. И есть ощущение, что если темпы мы не сбавим, а я смотрю, что уже весь строительный материал там необходимый на ближайшие 3-4 месяца уже завезен и еще завозится, то я думаю, что через год после январских праздников мы сможем детей уже принять в стенах этой новой, надеюсь, современной, красивой и уж точно просторной для них школы. Сейчас начнем переговоры с Министерством образования для того, чтобы они посмотрели возможность совмещения ее с садом. Потому что объективно тот размер школы, который там сегодня возводится, он вполне позволяет себе вместить и школу, и сад. Более того, я бы видел там еще и возможность размещения библиотеки поселковой. И посмотреть, может быть, даже актовый зал, который действительно получился большой, может быть, даже по меркам Наринмара. Там можно было бы тоже разместить и какую-нибудь театральную студию, и, может быть, кинозал, чтобы люди могли приходить туда и как-то так отдыхать. Пока Александр Цибульский инспектировал стройку, около нынешнего здания школы собрались индикчане. Повод обратиться к главе региона – самое, что ни на есть серьезное отсутствие жилья. В очереди на переселение сегодня стоит 67 человек. Впрочем, эта цифра не меняется уже на протяжении нескольких лет, так как строительство новых домов в Индиге не ведется. У нас очередь вообще не двигается. Я на улучшение жилья стою, у меня дети выросли. У нас учили 67 квартир. Да, вот мы расселили 8 семей погорецов, как помните, да, 4 дома, то есть не 4, а 2 четырехквартирных дома. Соответственно, мы расселили эти семьи, да, теперь ждем, когда у нас построятся новые дома. У нас есть сейчас задача, вот у нас есть 4 участка под постройку же домов. Мы договорились, что сейчас вот эти же строители, которые строят школу, построят дома 4. Остальные дальше там надо подготовить участки и, соответственно, представить приоритетные направления. Следующая точка в маршруте – поселок Ваучейский. Здесь глава региона посетил школу-сад и магазин местной потребкооперации, после чего провел встречу с жителями. Последние посетовали на плохое качество связи и интернета, а также отсутствие оборудованной вертолетной площадки, которой пользуются во время распутицы или, например, при вызове борта санавиации. Свои вертолетные площадки будем в целом сейчас все модернизировать. И даже еще есть, ну я там не знаю, какие нормативы, это в любом случае там будет делать авиаотряд. Когда будем заниматься этим вопросом, мы рассмотрим все варианты. Мы учтем розу ветров, которая здесь наиболее, вероятно, чтобы поменьше над домами летать и прочее. Мы будем выбирать место однозначно для площадки и делать ее в соответствии со всеми современными требованиями, чтобы можно было безопасно. Справедливо стирать, сделать площадку не так долго. Даже в первую очередь для санзаданья. Поговорили и о самом наболевшем. В поселке Волчейске сегодня остро стоит проблема безработицы. Мы должны жить, мы должны на своей земле жить, свою родину там что-то прославлять. Ну как нам дальше-то жить, мы не видим уже смысла, понимаете? Ну смысл надо видеть. Я могу сказать, что, конечно, смотрите, в малых селах, конечно, здесь надо искать, чем заниматься. Честно говоря, ну я не приду, вам не найду занятия. С точки зрения бюджетного обеспечения, конечно, мы там будем улучшать ситуацию. С точки зрения занятости населения, ну, я вам честно скажу, мы должны это думать вместе. Я за вас не придумаю, чем здесь заниматься. Впрочем, жители поселка тут же сами предложили варианты, как можно решить вопрос по трудоустройству. Водоемы в Тиманской тундре богаты рыбой. Так что, возможно, в скором времени здесь появится еще один цех по обработке и выпуску рыбной продукции. Если, конечно, местное население проявит инициативу. Алина Волчейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Поселок Индига и поселок Волчейский. Ненецкий автономный округ.